Здравствуйте, это программа новости гимназии. И сегодня у нас очень необычный выпуск, ведь у нас в гостях наши гости. Это юные журналисты, актеры, режиссеры из Америки. Поэтому далее будут все программы на английском языке. Здравствуйте, это программа «Катерные события». И сегодня у нас очень необычный репортаж, потому что в нашей студии наши гости это наши коллеги, юные актеры, журналисты и режиссеры из Америки. Привет, ребята, я хочу вас представить. Первое, мой имя Анна, и я собираюсь сделать интервью от вас. Так что, вы были первые. Меня зовут Ли, я учитель в Сайперсбэй Хэйсхолле в Флориде. Я делаю видео с 7 лет. Я учитель в Сайперсбэй Хэйсхолле в 15 лет. И я больше на камеру. Я уже активно. Фильмирование для вас это хобби или как работа? Для меня это превратилось в работу. Я начинал сфотографироваться, сфотографироваться и мероприятия, как бар митвы, и это что-то, что я хочу быть в карьере, и я люблю это, поэтому это выбор для меня. Для меня сейчас это хобби, но я бы хотел развиваться в работу, поэтому это то, что я хочу сделать. И я знаю, что ты был в России за несколько дней, и ты любишь что-то, и что ты любишь? Да. Продолжение следует... 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 Не спрашивай нам о русском языке. Ты научил русский язык? Шишка. 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 Привет. До свидания. До свидания. До утра. Да. Вот так. И я очень хочу сказать еще раз. Я знаю, что у нас есть фестиваль в США. Да. Студент телевизион. И как это происходит? Или это другим нашим фестиваль? Или это другим? Студент телевизион network, или СТН, это очень структурно. Все у нас есть время и место, где ты должен быть в этом месте. В этом новом фестивале, это более открыт. Это более открыт. Если вы хотите делать это, если вы хотите играть на улицу, и играть на игру, вы можете играть на игру, а потом играть на школу, или на мастер-классе, и потом вы можете играть. И все. И все. И все. И все. И все. И они такие хорошие experiences от Моллс. Я думаю, что они похожи, но они другими. Я говорил с Нанцией, CEO от СтН, на рейд-базон-классе на фестиваль. Я говорю, я, и Daniel и Риги, мы были в много разных видео и радио конкурсов, не только СТН, но СТН в Украине очень, 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 очень. Потому что вы делаете так много разных вещей, и вы научитесь так много разных вещей о себе и о других журналистах и студентах, но и другое, так как все, живете с другими людьми, во многих, с другими глибами, но и все есть что они, и я думаю, что вы получили такая же ситуация. tools from us here everybody's open to share ideas like ES групп everybody is TN basically share experiences and skills and everything culture especially since we're not oh yeah we learned so much about that culture and just how people go about life here it's so much different from what they 22 И я люблю это. Я люблю это. Здесь все принимают в то же время в том, что они делают. И, да, все так радостно в их работе. И есть ли у вас проблемы с языком для вас? У нас есть интерпретторы, которые помогают нам общаться с многими другими людьми. Но я удивляюсь, как многие люди говорили в английском. Многие, 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 кто-то speak английский. Но это не fluent английский, но они все равно знают. Потому что вы все учите английский в школе, и многие многие знают английский. И я ощущаю, что я говорю, приятно. Они начинают говорить в английском, и я думаю, что я не знаю, что русский. Я не знаю, что русский. Мы все хотим изучать русский. Но это так же отличается от английского. И мы не узнаем это в школе. Но, я не знаю. Лучше у нас есть интерпретарь. Если у нас не было интерпретарь, то это было бы очень разнообразно. У нас трудно. И мы не понимали, что мы делали. Одна ночевая в хотеле в Казан, мы не имели интерпретарь. Поэтому мы должны order dinner. И мы не понимали, что мы делали. Мы пытались посмотреть на картину, и они приняли нам совершенно другую жизнь. Это сложно без интерпретарей. Это удивительно. И что ты уже говоришь о твоем студии? Я понимаю, что ты работаешь. Как фильмы ты производишь и о том, что ты рассказываешь о твоих фильмах? Наша программа называется «CVTV», «Cypress Bay Television». Мы один из самых крупных программных программ, в том числе объемов и в Украине. Мы победим в студенте телевизионного телевизора, а в два других соревнованиях, Флорда, Scholastic Press Association и Спилз, УСА. Это радио и видео и фска. И ФСПА – это журналист. И у нас есть очень хорошая студия. Мы сейчас investили много денег в нашу телевизорную студию, мы получили новые компьютеры, видеосвитчеры, камеры. И мы все вместе с нами сделали хорошие друзья. И у нас есть очень хорошие друзья. И у нас есть очень хорошая студия, Мистер Долсер, который был очень рад, и помогли нам, чтобы у нас успеем. Мы научились много, особенно сейчас мы сейчас, чтобы мы приехали домой и нашим опытом, и нашим опытом, это открытая новая комната для КВТВ. Задаляющий вас Node- oluşа для всех Если кто-то ваши've, кто видел Мwnie 응ет рост ihnen пришли Коррия, как его-то вот это И они лют kommи, либо какие-ли Coffee-класса Я как-ли-то говоря, что как-ли-то из�инnings Да, да Им давай или и vanity Люди хотят учиться. Так что ты думаешь, что мечты такие делают люди хотят учиться и иметь хорошую опыт? Да, да. Это просто видеть другую сторону, которую мы не знаем. И это действительно дает нам другую точку или взгляду на где мы стоим в телевизоре и в журнализме, и видеть, как все остальные с их карьерами и аспиратами для телевизора. Можете мне описать, лучше сказать, лучшие программы, которые вы думаете, самые популярные программы? В нашей школе? В нашем студии. В нашем студии. О, CBTV. О, мы имеем эту программу called Aftershock. 毎 Friday afternoon, последние 20 минуты. В нашей последней классе. Это журнализм. Мы называем это «лайфстайл». Нет, это слово. Это «ньюс», 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 «ньюс». ило- computing Livret談تчика на примере» «ньюс», 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 «forgot» everything, минейно. Это – не «ньюс», «ньюс». Затасроек науте «ньюс». Я говорю garn investor от слова на бутылке не из-интdemispersи MKH��를, «н tugг ясу», «неньking», «зв Пот 하낡», «нажды?» «н finanз UC개�н днем». И мы имеем крюки, я думаю, 37 или 36 лет. Это очень большой. Это один класс, который делает Aftershock. Это «АвтоСтронг-М». Мы также имеем все другие классы, ТВ-1, ТВ-2, ТВ-3, 4, 5, 6, 7, 8. Они просто научились все о том, что они начинают изучать камеры. ТВ-2, которые занимаются в студии, проводящиеся в broadcastе. Мы проводим футбол, баскетбол, американский футбол, баскетбол, баскетбол, хоккей, и спортсмены в школе. Мы используем футбол из студии. И мы идем к футболу спортсмены. И мы снимем их и снимем их, и мы видим, что люди, которые не могут выйти в футбол, могут смотреть на их телефоны или в лаптопе. Но, да, «АвтоСтронг»! Это нашу основу в видеородушке, и мы имеем, что, знаете, еще много других, которые используются на практике и на школе. Как, например, в студии, что мы имеем в «То-дэ-бэй», «Спортстрики», «Энтертейн-мэнт-э-бэй», «Стат-поиси», «Стат-поиси», «Энтертейн-мэнт-эй», «Энтертейн-эй» «Энтертейн-эй». И даже после того, как вы прошли этот процесс, что вы становитесь такой большой журналист, и продюсер, и фильм-мэкер, просто через эту эксперименцию. Итак, эта эксперименция для препаратов в колледже? Да, это очень хорошо. И в вашем студии есть много людей, и некоторые из них начальники, и некоторые из них очень впечатляющие. И они все работают вместе? Да. Да, мы все работаем вместе, чтобы помочь на общий цель. Хотя я не в «Афтершок» классе, и Ли есть, я его помогал с многими из своих видео, которые будут получиться экономически конкуренцией. Да, и он любит быть на камере, и я бы говорил, «Даня, где ты хочешь realmente сообщать по мне, которые близко?» И, ты да, а если он хотел, «Вон Тебе он действительно нужно» или «Антертейн» и он будет развивать то, .» И когда вы планировали тренировки, вы получили какие-то ожидания о том, что они пришли? Экспектации о России? О России? О России? О России? О России? О России? Я думаю, что ожидания совершенно разные от того, как я думал. Я думал, что мы могли бы просто быть тренированными людьми. Но все люди очень рады, и они просто хотят говорить. И я не ожидал этого. И все люди очень знали. И они так скучны. И я не ожидал этого, но не на этом уровне. И все 서로 дали нам много respect. У нас в Киеве и Рихи. И они всё дали нам очень, очень, очень рады, и дали нам много perder. И это все они просто хотят. И они просто хотят говорить, и говорить, и learns от нас. Когда мы были в Киеве. И ты могу сказать мне несколько слов о твоей школе? Экспектации. Since we're in CBTV, we usually stay for a long time doing things in school. So we would sometimes stay in school until almost midnight, packing up from a football game or a basketball game, like the live events, we call them, our live broadcasts in school. And, you know, we have fun events like the socials, sometimes we get all the CBTV kids after school, we eat ice cream and play video games and, you know, just all of us talk to each other. But also, that's just the CBTV aspect of it. We have, at our school, we have eight periods a day, so we have eight classes per day, which are about an hour each. Yes, yes. But all of this combined, like, you get to choose your classes, so you are doing so much work, but you're doing work that you love to do. Oh, it's great. At our school, we also have that system where we can choose classes that we want. And at what period of time, maybe from the first grade, you can choose your subjects that you want to learn? First grade. Oh, we weren't able to do that until the first grade. Yeah, we weren't able to do that until sixth grade. But, yeah, in first grade through fifth grade, you have, like, a teacher, and that teacher teaches all of the lessons. Oh, the same as in Russian. Yeah. And maybe you've been in another school, and so can you make a... For comments? Yeah. It's a very, very nice school. It's very, very clean. Everybody looks very involved in what they're doing. I love the bells. The bells play a song instead of, you know, like, a... Yeah, it's cool. I didn't know this. Like, they said it was customary, but, like, the bells are soft. In America, it's just the sound of, like, buzzing. It's like... And that's just kind of just switching from class to class. Like, it's something so small and so weird, but it's something great, so... And the architecture of this school and, like, the uniforms are cool. But everything looks so well-maintained. Everything looks so... even though it's a relatively new school. You know, it seems interesting, like, the entrance, you walk in, you see all these bikes lined up on the little circular sidewalk. It's just a nice environment to be in. It's, like, a great learning environment. It's just welcome. It's, again, it's, like, pleasant. So, and so, what do you think about our town? Do you like that? We haven't gotten to experience much of it yet, but we're going today to kind of go around. So, I think, from what I've seen so far, it's a very nice city. Everybody so far that you've spoken to has been very welcoming, and everybody, like, everybody's... Like, the Victory Day celebration is coming up, and everybody's so happy and excited for that. There's monuments on the side of the street. Like, I think that's very, very cool. And in your country, your TV clubs, are they popular? They're popular, but not everybody takes them. Like, in our school, we have almost 5,000 kids, but we have about 300 in our TV production program. Because a lot of... What happens is a lot of people think they're going to, like, when they... They have, like, the course cards where they select their courses when they go to high school, and they say they choose TV because they think they're just going to watch TV. But as soon as people realize, like, oh, this is actual work. We actually have to do things? Now, so they... Many people go... A lot of people say, don't take TV production. You actually do things. But some of them. Not all of them. TV production is such a great experience. Like, you don't just learn how to make video. You learn how to talk to people. Like, before I was in TV, I don't know if I would be able to walk up to someone and ask them a question. Now, during TV, it gave me the courage to be able to go up to anybody and just start talking. Yeah. TV production and journalism, it just... It helps you become more active in terms of your lifestyle. Like, you find out who you really are. That sounds really cheesy, but you really get... Like, you find out who. You know, because there's people who like to report and be on camera and, you know, express themselves. There's people who don't like to be on camera, but they're very good at filming and editing and special effects. And people just find their place. Especially in art school. And it's... The people who really care about it will stay. Yeah. Yeah. For me, it's the same thing. And I came to the Institute to learn some skills. And I think that, for me, now it's easier to come to a person and ask some questions. Yeah. Exactly. Without any knowledge of him or her. You become more... More... Personable. Yes. Open. It's great. And so, when you were planning a trip, which cities did you want to see? Obviously, Moscow and St. Petersburg were the two main cities that, like, were in my head when I thought of Russia. So, I didn't really know about, like, Kazan and Chivasuri. But once I went to Kazan, it's, like, nothing I've ever seen before. And once I went to Chivasuri, it's nothing I've ever seen before. Like, it's... New. It feels like a small town, but it's a city. It's welcoming. Everywhere is very welcoming and I really enjoy that. So, every place we... Obviously, you know, everybody who hears of Russia, they're like, oh, Moscow, Moscow. And Moscow is very, very incredible. The bridge history and the Kremlin, all the crazy architecture there. They're just... Oh, okay. When we went, I had to run back to the hotel, grab my camera, then we went back just so I could get some really cool shots. But, uh... It's not, like, we were really excited about Moscow and Kazan, obviously. But, uh, everywhere we go is new. Everywhere we go is something different than we don't really... You know, we don't know about these things back in the United States, so... We don't know about the... The little cities that nobody, like... Nobody really knows about. And I feel like that's where most of the, uh... What you actually get out of Russia is from. You get them from the small towns and the little cities. And that's where I feel like most of, uh... The pride and the respect comes from. Like, not as much... Yeah. Yeah. And, uh... Uh... Had something, uh... 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 Did you very surprised by something in Russia? Uh... Maybe five... Um... Six... Yes. How welcoming people are. I know we've already got over that, like, three times. But... The fact that everybody is so welcoming is... Crazy. Like, just... We walk into a room and everybody comes to us and, like, just wants to talk. Like, that... That really surprised me. It's very, like, we gravitate towards them. They gravitate towards us. It's just... It's very nice all the respect we're getting. And, uh... Just... The really... Easy communication we have with them. We thought it was gonna be a little difficult. We might have to, you know, approach them. Maybe they'd be a little bit shy. But they're very, like, you know, they're open. Yeah. And, uh... Which film are you going to make next? Maybe about your trip to Russia? Yes. We're planning... We're, um... Doing, uh... We're gonna post these daily, um... 30-second little, uh... Clips. We haven't had internet, so we didn't have the chance. Um... But we have these, uh... Little clips along with a blog that, uh... Nancy from the Student Television Network has taken care of. As well as, uh... We're doing, um... A documentary on S.E. The Eurasia Foundation and this whole experience that we've had on this trip. Um... Also highlighting, uh... Bulger encounters. And, uh... In our schools. And, uh... Just the entire experience and our entire trip. Yeah. It's gonna be, it's gonna be like a feature building. And I have to make one for my class based on just my experience in Russia. So I'm getting all of these clips from all these different cities and all these different peoples. And I think it's gonna... It's gonna be mostly about Russia's culture. Not as much focusing on the... The, uh... Competition side of it. Or the... The bold encounters of your school. It's gonna be a compilation of everything. Oh, it's great. And, um... Maybe you want to reach something to our TV viewers? Do I want to say something to them? Yeah. Um... If... Something... If you're afraid of something, don't be afraid to go after it. Because... Especially if you're in journalism, if you're not sure about something, and you don't go after it, you could end up regretting that you missed possibly the greatest story ever. Or... Uh... Or... Yeah. Just don't be afraid to go after what you want. Which... 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 Just... Okay. I'll look at that one. Okay. If something scares you, and you want it, then... Basically the thing is that don't be afraid to go after it. Don't give up if you want something like this. Just the fact that we're on this trip, uh... With the SCE, the Eurasian Foundation, Student Television Network. This was all... A matter of work. And you can't get anywhere if you don't do the work for it. Uh... If you want to go further and do more. Um... Uh... Really quickly. We... Uh... We... Uh... When we were at the Student Television Network, we approached the SCE booth. They had the 30-second video contest to go to Russia. So, Ricky and I were very interested. We started talking with Marina, one of the people that were at the booth. Um... And... Daniel wanted to join along. We had a couple other partners, but they didn't want to. So we're like, okay, I see ya. Hey, Daniel. Come here. Um... And... We went to their... Um... Their... What's it called? Focus. Focus group. Focus group. Um... We discussed our ideas. We shared ideas of how we're going to make this work. How we're going to make this a better organization program. Um... We're at the door about to walk my dog. And I see an email. And it says... That we're going to Russia. To represent the Student Television Network in the United States. And... I lost my dog. And... Just that one little... You know, just the little effort you put into a goal makes all the difference. Because if not, we wouldn't be here today. So pretty much what you're saying in a summary is... Uh... If you really want something, go and work for it. Don't... Put it off to the side. Like... Focus on that and get it done. Oh... Thank you for the nice conversation. Thank you. I hope that you will enjoy an excursion in our town. And... See you again. Yes, see you again. Stasiba and Dostida. A 맛 Allartirés мне отzzo-eraции. On the other hand... There are alsojas fans. And as you are working on Anna Baukşaева. До новых встреч!